Хотя бы однажды каждый из нас приобретал вещь, которую практически сразу или спустя некоторое время хотелось свернуть. Здесь нужно понимать разницу между просто не понравилось и вынужден отказаться по причине того, что она некачественная. Из всех обращений, которые поступили в прошлом году, к специалисту по защите прав потребителей городской администрации ни в одном не усмотрели элементов потребительского экстремизма, поэтому помогали исключительно покупателям. Они, как известно, всегда правы. В 2022 году обращений было немного, всего лишь 25. Обращаются граждане как по телефону, так и мы осуществляем личный прием. Обращались в основном по поводу некачественного товара, например, одежда и обувь. Проводили консультацию таким образом, что обращаются с такой-то проблемой. Мы разъясняем, что в какие-то сроки, если, допустим, качественный, некачественный товар, каким-то образом возможно возвращать. Какие есть сроки. В основном урегулирование вопросов проходит в добровольном, так сказать, порядке, что за редким исключением необходимо помогать составлять претензии. Их помощь в составлении претензий буквально было за год три. Тем, кто продает товар, всегда выгоднее решить любую конфликтную ситуацию полюбовно. Заменить некачественную вещь, предложить что-то другое, даже вернуть деньги. Ведь диалог с покупателем и доброжелательное к нему отношение – это, конечно, из разряда психологии. Но в данном случае скорее гарантия того, что он и в дальнейшем останется вашим клиентом. Иногда представители сферы торговли и оказания услуг могут не прямо, а косвенно нарушать права, например, в ситуациях с подарочными сертификатами. В основном организации, оказывающие услуги по сертификатам, в том числе и подарочным, они указывают срок действия сертификата, например, три месяца или месяц. На самом деле таких сроков не существует. Услуга, получается, вы приобрели сертификат, она, получается, вам предоставлена заранее, но как таковое, ну, например, возьмем по массажу, да, вы приобрели, приходите, например, вам говорят, нет, не подойдет, что срок действия сертификата истек, а на самом деле услугу-то они не оказали, а сертификат действует. Наряду со специалистами регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, где по итогам любого года счет обращений и жалоб на качество товаров и услуг со всей республики идет на тысячи, в городском отделе развития предпринимательства готовы решать проблемы абаканцев. Здесь на специальном стенде есть образец составления претензий. Ее, конечно, можно найти в интернете, но заполнить поможет специалист. Важно помнить о правиле 14 дней, в течение которых можно вернуть товар на определенных условиях. Телефон для консультации 22 0061.